Американские средства массовой информации продолжают долбить Дональда Трампа. Упорно копают под ближний круг. Начали сшить дело Трампу-младшему. После саммита двадцатки в Гамбурге огромное количество откликов и почти все негативные. Причем это не анализ событий, не их трактовка, это просто поток какой-то чуши. Никто не отвечает за свои слова. Вот что пишут и говорят. В США действует 150 российских агентов и их число растет. Президенты Путин и Трамп договорились подавлять свободную прессу. Это все цитаты. Владимир Путин и Дональд Трамп уничтожили моральный авторитет саммита Ж-20. Трамп предпочел врагов Америки в России и друзьям в Европе. Наконец Россия ликует после встречи Трампа и Путина. Кто тут ликует я не видел. У нас в России очень трезвое и прагматичное отношение к встрече в Гамбурге. Этот полубредовый поток симптоматичен. Это не сбой западной прессы. Это тяжелая болезнь западной элиты. Я еще вернусь к анализу этой болезни. А сейчас Павел Пчелкин. Он мужественно погрузился в этот гнилой поток. Во время первой встречи Путина и Трампа многие американские телеканалы были растеряны. Ведь это в системе координат свой-чужой все просто. А тут оба нелюбимы большинством вашингтонского истеблишмента и верными ему СМИ. Классический разрыв шаблона. Неаккуратно скажешь, что один из них взял верх, свои же заклюют. Вот и вышло, что потоги на глубокий психологический анализ первой встречи выглядели скорее комично. Вот это эфир CNN. Кто-нибудь еще это видит? Он заискивает, судя по языку жестов. Он же во время рукопожатия похлопал ему по локтю. Потрепал его за локоть. А вот прямо противоположный вывод. Эфир BBC. Он, что интересно, кладет руку под локоть Путина. Это явный жест стремления к доминированию. И снова прямо противоположная оценка интернет-ресурса издания «Тайм». Он кладет левую руку под локоть Путина и повторяет это трижды. Это сигнал в невербальной коммуникации. Обычно он означает «я за тебя, я поддерживаю тебя». Действительно поддерживаю. Словом, то ли психологи никуда не годятся, то ли у лидеров есть более важные дела, чем рукопожатие. Но Трамп учел этот нездоровый интерес СМИ. И в пятницу, на празднование Дня Бастилии в Париже, чтобы уж места для трактовок точно не осталось, властное рукопожатие Трампа в полной мере испытал на себе президент Франции Макрон, который в какой-то момент даже потерял равновесие. И это, наверное, был рекорд длительности в истории официальных рукопожатий. Даже пришедшей на помощь мужу первой французской леди досталось. Но, похоже, враждебные Трампу американские СМИ это рукопожатие проигнорировали. Зато итоги российско-американских переговоров рассматривали под увеличительным стеклом. И, конечно, с раздражением восприняли вполне здравое мнение президента США. У нас была хорошая встреча. Путин хочет лучшего для России, а я хочу лучшего для США. И я полагаю, что кроме таких ситуаций, как урегулирования в Сирии, где нам удалось достичь договоренности о прекращении огня, есть много и других вопросов, где мы можем добиться очень позитивных результатов. Но всегда будет так, что Путин отстаивает интересы России, а Трамп – интересы США. Кто-то скажет, нет, им не следовало ладить. Но кто эти люди? Россия и США – две чрезвычайно мощные ядерные державы. Им не имеет смысла не иметь каких-то отношений. Что же Трамп такого особенного сказал, чего не говорили прежние президенты? Но ему это либеральные американские СМИ не простят никогда. Это ведь они выдумали намеки на то, что Трамп чуть ли не на крючке у Владимира Путина. Тема российского вмешательства в выборы мешала им обоим, и они согласились идти дальше. Не ошибусь. Это то, что Путин не мог и пожелать, и даже больше. Путин хочет сделать Россию снова супердержавой, с которой считаются. И сегодня Трамп дал ему это. Просто Трамп играет в шашки, а Путин в шахматы. И поэтому выигрывает. А вот как итоги переговоров оценивает спикер Госдепа при Бараке Обаме Джейн Псаки. В свое время на еженедельных брифингах она вдоволь посмешила публику своими безграмотными умозаключениями. Сегодня она пишет аналитику для интернет-ресурса CNN. Достаточно заголовка. Путин расставил на ушку, Трамп в нее попал. Казалось бы, где аналитика, а где Джейн Псаки? Но в статье просто знакомые лекала. Путин, КГБ, хакеры, российская угроза, вмешательство, выборы. Антироссийская паранойя в США прогрессирует. Давно канал CNN заявил, снова ссылаясь на известные только ему источники, что Россия внедрила на территорию США 150 своих шпионов. Мало того, практически каждый из американцев, кто встречался в последний год с послом России в США Сергеем Кисляком, теперь под подозрением. Сергей Кисляк, он не только посол, но и шпион. И не только шпион, но и вербовщик шпионов. Американцы не любят вникать в суть вещей. Все, что пишут Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост, принимается за чистую монету. Это подозрительно, если ты общаешься с русскими. Я не припомню такого сумасшествия. Разве что, когда я был ребенком, была история с Маккарти. Вот тогда накал был такой же. МакГовер не случайно вспомнил о 40-х-50-х годах прошлого века, когда с подачи сенатора от Висконсина Маккарти в США начались политические репрессии, названные потом охотой на ведьм. Один коммунист на факультете и даже в целом университет. Один коммунист – слишком много коммунизма. Коммунистическим шпионам можно было прослыть не только за левые взгляды, но и за любую критику власти. По стране прокатились аресты. Под подозрение попали сотни тысяч людей. Политики, преподаватели вузов, голливудские режиссеры и актеры. Тысячи остались без работы. Представьте, что вас однажды вызвали на правительственную комиссию. Спрашивают об обеждениях, обвиняют в предательстве, просят назвать имена сообщников. Движение Маккартизма погубило тысячи жизней и карьер. Более десятилетия американские политики пренебрегали свободами, утверждая, что якобы защищают их. Этот мультфильм в США сняли значительно позже, но в те времена американцам на отрезвление от угара Маккартизма потребовалось 10 лет. Этот период позже назовут черной страницей американской демократии. Кажется, сейчас все повторяется, но уже в виде фарса. И вот уже в США, как при Маккартизме, создана такая же комиссия, где допрашивают даже окружение Трампа. Все эти шпионские страсти обеспечивают американским телеканалам приличные рейтинги. Конечно, люди, обычные обыватели любят смотреть сериалы. А тут сериал с участием президента Конгресса русских шпионов и так далее. Конечно, это, как говорится, интересно. И СНН на этом зарабатывает. То есть это бизнес. Но это бизнес в то же время для тех, кто, как говорится, заказывает эту музыку. Конечно, это большая политика. Кстати, в комиссию Сената по противодействию влияния России сейчас требуют на допросы сына Трампа, который якобы намеревался получить от русских компромат на Хилари Клинтон во время избирательной кампании. На деле оказалось, история яйца выделена не стоит. Некий продюсер Голд Стоун, ссылаясь на партнера Трампа по организации конкурса «Мисс Вселенная» в Москве, имена Агаларова, предложил сыну Трампа встретиться с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы что-то есть на Клинтон. Но разговор в итоге пошел вовсе не о компромате. Мы в основном обсуждали программу по усыновлению российских детей, которая была популярна несколько лет назад в американских семьях, но была закрыта российским правительством. Это было никак не связано с избирательной кампанией, и за встречи ничего не последовало. Подтверждение своих слов, Трамп-младший опубликовал всю свою переписку с продюсером Роном Голдстоу, где тот обещает некую чувствительную информацию, а сын Трампа соглашается на встречу с русским юристом. Она, кстати, в интервью одному из американских каналов тоже уверяет, разговор шел совсем по-другому. Они говорят, что у них была информация, что вы предоставите им компрометирующие сведения. Не знаю, может быть, они этого хотели. Так или иначе, но сам факт упоминания якобы компромата на Клинтона из России в переписке сына Трампа в Сенате сочли поводом для расследования. Раздули из этого новый скандал и даже считают это поводом для введения санкций против России. Для меня это дикость по большому счету. Потому что, когда любой человек общается с адвокатом, ну какая здесь может быть проблема, какая угроза для кого-то. Поразительно, как серьезные люди делают из мухи слона, а может быть, там и мухи никакой не было. Вопиющая ситуация сложилась вокруг российской дипломатической собственности в США. При Обаме ее изъяли, не утруждая себя выдумыванием предлога. Просто заявили, что эти дачи, где отдыхали дипломаты выходные, использовались для шпионских контактов. Агенты ФБР обследовали объекты много раз, но так ничего шпионского, видимо, и не нашли. И вот администрация США на этой неделе сделала заявление, которое с точки зрения дипломатии выглядит еще более странно, чем конфискация объектов. Их готовы вернуть, но если Россия, внимание, будет соблюдать перемирие в Сирии. В российском МИДе отреагировали сдержанно, лишь напомнив, что пока не ответили на конфискацию собственности. Готовы дать зеркальный ответ примитивно и к недвижимости. Мы предоставили американскому посольству в Москве два земельных участка под дачу и под склад. Не хотелось бы доводить до крайних мер. Мы никогда с этим не торопимся. И вы знаете, что была выдержана очень длительная пауза. Она затянулась. Кроме того, Мария Захарова напомнила, что в декабре прошлого года еще при Обаме по обвинению в шпионаже были высланы российские дипломаты. Но заменить их Госдепартамент США по-прежнему не дают. Она добавила, что в итоге число американских дипломатов в Москве получилось значительно больше числа наших дипломатов в Вашингтоне, если так пойдет, Москва вправе уравнять дипперсонал двух стран. Шпиономания, насаждаемая в США, оказалась отличной средой для тривиального сведения счетов с конкурентами. Российская компания «Лаборатория Касперского», поставляющая в США антивирусные программы, огнена в связях с российской разведкой, а ее продукция запрещена в американских госучреждениях. Не исключено, что за всем этим стоят американские IT-компании. Для того, чтобы обыватель поверил, стереотип используется очень простой. Если мы сегодня говорим о чем-то, связанном с Россией, первый момент, который приходит американскому обывателю на ум, это злобные российские хакеры. Это самая натуральная охота на ведьм, когда компанию выдавливают, по разным причинам выдавливают из значимых секторов там, где они зарабатывают деньги. Трудно представить, что образованные американские либералы, серьезные политики и журналисты сами верят в этот абсурд. Но при двух предыдущих президентах они увидели, как эффективна ложь, если ее широко растиражировали. Впрочем, у некоторых журналистов, понимающих цену этой истерии, периодически кончается терпение. Все СМИ буквально с пеной урта обсуждают психоз этого дня, который не нов. Россия, 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 но при этом абсолютно игнорируют интересы миллионов мужчин и женщин, жителей этой страны. Прямо в эфире недавно сдали нервы у ведущей интернет-радио СНН Элисон Кэммер. Вот что она сказала своим слушателям. Я слышу вашу усталость от таких новостей и разделяю ее. Я молюсь по утрам о других новостях, которые способны затмить эти новости о России. И вот еще один фрагмент анимационного ролика о временах охоты на ведьм в США. Этими словами авторы заканчивают мультфильм. Если в смутные времена появятся новые демагоги и захотят преследовать представителей других групп якобы во имя спасения своей страны, не повторится ли все это снова? Похоже, мало кто в Америке прислушался к этим словам. Те времена подзабылись. И несмотря на явную усталость многих американцев от навязчивой русофобии в СМИ, конца и края ей не видно. Проиграв выборы, сторонники Хилари Клинтон в американском эстеблишменте готовы на все, чтобы взять реванш, даже ценой возвращения страны в мрачную эпоху, ставшую позором Америке. Павел Челкин, Юлия Ольховская, Федор Сухарников и Виталий Зайцев. В воскресное время. Первый канал.